Сегодня на 3 часа дня у Минздрава была запланирована пресс-конференция о ситуации в латвийских стационарах, где сейчас лечатся более сотни человек с коронавирусом. Но принимая во внимание рекордное число заболевших, пресс-конференцию отменили. Вместо этого правительство собралось на внеочередное заседание, чтобы ввести новые ограничения. Людей в помещениях и на улице меньше, масок больше, высшие школы пока на удаленку, о чем еще договорились министры, расскажет Анастасия Дьяконова. И снова сначала рекорд заболевших COVID-19, а потом новые ограничения правительства. Правильно ли это путь? В этом сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров, кажется, начал сомневаться премьер Кришиан Искариндж. Ведь, по сути, ограничения должны предупреждать увеличение числа зараженных. Несмотря на это, сегодня Кабинет министров постановил. С завтрашнего дня допустить на частных мероприятиях в помещениях 10 человек вместо 30. На улице 100 вместо 300. С понедельника, 26 октября, на публичных мероприятиях в помещениях вместе сможет собраться 300 человек вместо нынешних 500. Новая неделя также принесет обязательное ношение масок во всех общественных местах. В том числе, например, в театре, где люди занимают отведенные им места. Фактически, маски надо носить везде, за исключением, например, мест, как у Бродобре. Чтобы человека побрить, ему придется быть без маски. Зато парикмахер должен быть в маске. Маски должны быть везде, где мы соприкасаемся с другими людьми вне дома. Маски также можно не использовать, занимаясь спортом или плаванием. Исключением также станут педагоги на уроках. Однако эпидемиологи рекомендуют учителям все же использовать защитные средства, например, находясь с другими педагогами в одном помещении. Уже с понедельника и вплоть до 15 ноября собраться вместе не смогут студенты. Вузы переводят на удаленку. Последние данные о местах, где люди инфицируются, показывают, что 30% заражаются в образовательных учреждениях, 25% дома и 14% на рабочем месте. Фактически двое из трех заболевших заразились именно в этих трех местах. До 15 ноября также закроют все детские игровые комнаты.